Всем привет! Сегодня мы кратко расскажем вам о том, как появилась первая лошадь. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. В разных слоях земли найдено очень много окаменелостей, кости, скелетов вымерших животных. Ученые, изучая этих предков, переносились за много-много миллионов лет назад и представляли, что же там происходило. Один из самых известных предков это Берлиамда. Он жил более 60 миллионов лет назад. Он был толстый, более 2 метров длиной. Он был совсем не похож на лошадь. Еще один предок Элгипус. Он был размером с собаку, но не было, к сожалению, копыт, но зато были пальцы. Постепенно поверхность земли и ее климат менялся. Там, где раньше были субтропические леса, раскинулись обширные степи. Чтобы выжить лошади на твердой поверхности земли, ей надо было поменять пальцы на копыта и длинные ноги для этого нужны были. Вот так и изменилась лошадь и стала такой сильной, красивой и выносливой животной, которого мы знаем сейчас. Вот вы и познакомились с двумя предками лошади. Берлиамде и Элгипусе. А если говорить о родственниках лошади, то это зебра, осел, кулан и лошадь Пржевальского. Ну вот и все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, какое видео вы хотите увидеть первым. Про родственников лошади, кулани, зебр и других животных. Или как спасли мустангов. Всем пока!